Заседание Гурдумы начинается с неформального момента. Слово берет глава города Андрей Воронов. Глава Украшевы, получив почетную грамоту городскую заслуживаемому человеку, представителю губернатора Натальи Александровны Рябченко, за ее вклад в развитие нашего родного города, ну и безусловно все маленькие, маленькие юбилеи. В повестке 9 вопросов, в их числе порядок проведения публичных обсуждений и слушаний. Это эффективный инструмент взаимодействия власти и горожан. Люди могут влиять на внедрение тех или иных норм, решать, как будет выглядеть новую рингой. Публичное слушание при осуществлении градостроительной деятельности проводится по следующим вопросам. По проекту генерального плана, проекту правового акта о внесении изменений в генеральный план, по проекту правил землепользования и застройки, проекту правового акта о внесении изменений в правила землепользования и застройки, по проектам планировки территории и проектам нормативно-правых актов о внесении изменений, утвержденные проекты планировки территории. Важная тема – реализация муниципальных программ. Одна из них – безопасная территория города. Это целый комплекс самых разных мероприятий. На эти цели из городского и окружного бюджета в прошлом году выделили более 120 миллионов рублей. На приобретение, установку и обслуживание информационно-телекоммунционных систем в местах массового пребывания граждан. Это наиболее финансово-емкое направление программы. Обслуживание и модернизации кнопок экстренного вызова систем видеонаблюдения в образовательных организациях города. В городской системе образования тоже есть чем гордиться. Как минимум, по итогам прошлого года Новый Уренгой лидирует в округе по числу 100 бальников на ЕГЭ. И это лишь малая часть достижений. Впервые мы вышли на международный уровень и Новый Уренгой представил призера международных соревнований по компетентностным состязаниям. Далее, в 2021 году введен новый мониторинг муниципальных управленческих механизмов и отслеживается качество работы в этом направлении. И среди городов ЕНАУ наша муниципальная система является самым высоким рейтингом по внедрению данных механизмов. У нас увеличивается количество призеров Олимпиад и конкурсов. У нас увеличивается количество корпоративных классов. Также депутаты заслушали отчет о работе контрольно-счетной палаты города и проголосовали за предоставлением от помощи почетным гражданам Нового Уренгоя в беззаявительном порядке. Павел Прожогин, Антон Берестянский, информационное агентство «Импульс Севера». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...